Девушки отдыхают В компенсированное время на этот раз колдуют химки С ним скучно не бывает Эксклюзивное интервью с Владиславом Радимовым Все краски 11 и 12 туров Кто стал главным художником этого отрезка И конечно наша любимая рубрика Лучшие голы прошедших игр Соперничество Москвы и Петербурга Это событие в любом чемпионате и в любой лиге Спартак 2 принимал Зенит 2 На эту встречу лично приехал Главный тренер московского Спартака Массима Каррера И охотно принял участие в спонтанной фотосессии С болельщиками Бухмекеры ставили на хозяев Коэффициент на Спартак 1.90 На ничью 3.30 На победу петербуржцев 3.80 Игра обещала быть интересной Спартаковец Денис Давыдов забил на 11 минуте Зенит 2 не смог выстоять при подаче углового Во втором тайме Евгений Чернов сравнял счет Совершив стремительный и дерзкий проход по флангу Но после этого забивали только красно-белые Георгий Мелкадзе, Артем Фичук и Артем Самсонов Порадовали трибуны голами в ворота принципиального соперника Особенно неожиданным и коварным Получился удар Самсонова Все ждали подачу в штрафную Включая вратаря Зенита Но вслед за разбегом последовал удар 4-1 Ну я так скажу, соперник неплохой был Там хороший футболист тоже играет Хороший стиль игры Но у нас своя игра И тоже хорошие футболисты И сегодня у нас не получилось как в командной игре Как в других играх И за это тоже поиграли С первых мы начали активно Не давали соперникам ничего сделать Выполнили установку тренера Было все по плану Владислав Радимов Одна из самых ярких персон футбольной национальной лиги Харизматичный тренер с богатым футбольным прошлым И большими перспективами Ему доверили будущее футбольного Петербурга Зенит-2 Он своими глазами видел, как болели в других городах За первую команду Зенита Теперь видит, как поддерживают вторую Ну, нас на многих городах, да, нас поддерживают И, знаете, Зенит болеет во многих уголках России Поэтому, если даже не приезжают из Питера То люди, которые находятся в близлежащих городах Приходят на стадион, нас поддерживают, нам это приятно Зенит-2 начал первенство с впечатляющей серией из 8 матчей без поражений 4 победы и 4 ничьи После 10 туров команда пропустила меньше всех Всего 7 мячей В этой стабильности чувствовалась твердая тренерская рука Может быть, кому-то из его ребят найдется место в главной команде Петербурга Ребята должны показывать себя И на глазах у старшего тренера главной команды То есть Мир Шелуческу В этих матчах показывать, что они достойны тренироваться своим составом Бороться за место в основном составе Это главный стимул Команда сильно извинилась Многое зависит от того, насколько все меняется Знаете, игроки уходят, приходят более молодые Надо тратить время, чтобы выводить их на другой уровень И мы этим и занимаемся Поражение от красно-белых, конечно, огорчило наставника Это интервью он давал сразу после обидных 1-4 Но в чем мы не можем упрекнуть Владислава Радимова Это в профессионализме и умении держать удар Будем надеяться, эти свои качества он передаст команде В которой он всем пожелал самого главного В первую очередь, это здоровье всем-всем-всем А второе, чтобы ребята прогрессировали И попадали в команды более высокого уровня Остальные матчи 11-го тура, хоть и не имели громкой вывески Побаловали зрителей напряженной борьбой и интересными событиями Особенно отличились химки, принимавшие дома Тюмень Обменявшись забитыми мячами в первом тайме На второй команде вышли уже с оглядкой на собственные ворота Тюмень в таком ритме чувствует себя комфортнее многих И на 81-й минуте свой пятый гол в первенстве Забивает Хасан Мамтов, выводя гостей вперед 2-1 Однако оставшегося времени химкам хватило не просто, чтобы спасти игру Но и вырвать победу Уже в компенсированное время дубль оформляет Никита Ляпин 3-2, химки побеждают А Александр Ивченко после такой игры с трудом подбирает слова Ну что тут скажешь, в очередной раз футбольное правило сработало, надо играть до финального сиска Матч не выигрывается за 3 минуты до конца А только с финальным сиском 6 дублей в 10 матчах В первую очередь этим запомнится 11-й тур фонбет первенства России по футболу Ну а из результатов отметим Сибирь, которая четвертую игру подряд заканчивает в ничью 1-1 На этот раз миром разошлись с ярославским шинником Динамо не без труда, но обыгрывает Тамбов Здесь дважды отличается лучший бомбардир сезона Кирилл Панченко Тосна довольно уверенно берет верх над Балтикой 4-1 Мордовия и Кубань играют в безголевую ничью с Соколом и Факелом соответственно Лучшие голы 11-го тура очередной повод восхититься футболом первого дивизиона Третье место отдаем Вадиму Миничу из луча энергии Видно, что умеет Удар большого мастера, да еще и счет сравнял Жаль очков его команде это не принесло Вторая строчка хит-парада у игрока, не забившего гол, но сделавшего голевую передачу Переоценить действия Никиты Глушкова невозможно Гуджару Хея с такого паса не промахнулся Ну и на первое место ставим Семена Помогаева из Балтики Жаль, что гол этот случился уже при счете 0-3 в пользу Тосна А удар, конечно, коварнее некуда 12-му туру уделим чуть больше внимания Его результаты напрямую отразились на турнирной таблице Лидирующие в первенстве динамовцы Москвы на пару с Хабаровским СК выдали фееричный первый тайм Уже на шестой минуте очередной гол Кирилла Панченко вывел москвичей вперед Но гости к этому были готовы В течение 10 минут СК забивает дважды Голами отличаются Игорь Удал и Исмаил и Диев ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не прошло и пяти минут, как в ворота СК был назначен Пенальке 11-метровый уверенно реализовал Фатас Бичерайт Но и это был еще не конец На 34-й минуте игры красивейшую комбинацию с навесом и скидкой эффектно завершает снова Кирилл Панченко Для динамовца это уже 11-й мяч в первенстве На этом забивной резерв у команды сяк В оставшееся время, которого было предостаточно отличиться, никому не удалось 3-2, динамо побеждает Сыграли по счету некоторым, ну и нам иногда, когда только не наша команда играет Нравится много атак, забивают и то-то, то-то Сегодня сыграли по счету, именно вцепились, грызлись в результат О качестве игры не буду говорить, почему Потому что была бойцовская игра Не можем умолчать о долгожданной победе луча энергии Владивосток последний раз брал 3 очка аж в первом туре И вот состоялась вторая виктория, которую принес мяч Ильи Михалева, забитый на 31-й минуте В отличие от динамо, тостно преследующий москвичей в турнирной таблице Не смог одолеть своего соперника, «Зенит-2» Причем, ведя в счете, команда Дмитрия Парфенова не забила пенальти И вскоре получила ответный 11-метровый В итоге ничья 1-1 Хорошая боевая игра, жалко, что не выиграли Но виноваты только мы Будем работать Для ребят мне сегодня не стыдно Они молодцы, сражались, играли в футбол Конечно, отмечаемый дебют Андрея Талалаева На посту главного тренера футбольного клуба «Тамбов» После восьми матчей без побед Новый импульс от наставника позволил тамбовчанам наконец-то победить 2-1 в Калининграде повержена Балтика Секретно, что у меня победа, мне кажется, это результат работы всех людей, кто работал в клубе Да, если вы сами понимаете, за три дня что-то изменить ардинально было трудно Но и 9 матчей без поражения от Ярославского шинника Это фантастический результат Александр Побегалов был признан в августе лучшим тренером фонбет первенства России по футболу И это на фоне всех проблем, навалившихся на Ярославль Однако, вопреки всему, команда играет и добивается результата Футбол в шиннике на первом месте Победа над Мордовией с минимальным счетом тому подтверждение Ну и добавим, что голу Дмитрия Чистякова, забитому на 72-й минуте Предшествовало вот такое спасение голкипера шинника Дмитрия Яшина Сыграл действительно по-яшински Два сразу таких ярких ощущения Первое, то, что вы играли очень хорошую команду, которая на своем месте находится И второе впечатление, это нарастающее такое единство с трибунами Пусть не так много болельщиков, но вот команда это очень чувствует И вот эта обратная связь помогает нам добиваться определенных результатов Из других матчей 12-го тура отметим Кубань до сих пор не может победить дома На этот раз нулевая ничья с Саратовским Соколом Дану Петреску, кстати, в этом матче удалили Тюмень одерживает волевую победу над Сибирью Енисей громит хинки, а Файкел сильнее нефтехимика Открывает нашу галерею лучших голов тура Максим Андреев Просто посмотрите, говорить тут особо нечего Гол Никиты Чичерина случился уже на пятой минуте матча с хинками И именно он положил начало разгрому подмосковной команды Ну а лучшим голом 12-го тура признаем вот этот удар Кирилла Панченко Со стороны кажется, что он принял единственно правильное решение в этой ситуации Эффектно и эффективно Турнирная таблица после 12 туров выглядит вот так Динамо продолжает быть самой стабильной командой этого сезона и закономерно лидирует Тосно, потеряв очки в 12-м туре, немного отстает Файкел и Спартак в зоне стыковых матчей Но, понятное дело, команде Евгения Бушманова хочется в медали В середине таблицы все плотно Команды сдвигают друг друга с более высоких мест после каждого тура А вот внизу у турнира обосновались Луч Энергия, Сокол, Балтика, Химки и Мордовия Нефтехимик пока держится, но запаса почти не осталось 12 туров фонбет первенства России по футболу уже позади Еще столько же и наступит зимняя пауза А пока начинается осенняя проверка команд на прочность Это будет интересно Увидимся через два тура Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова